Любовь Давыдова Далее в нашей программе Иногда раньше думала о том, почему я пришла работать в эту специальность Вы знаете, наверное, мое изначально первое посещение стоматолога в глубоком детстве Мне кажется, когда я вышла из кабинета стоматолога, я поняла в тот момент, что я стану стоматологом Вот изначально, с первого посещения Представляете, в 6 лет выбрать профессию и быть ей верной на протяжении всей жизни И вот это мне состояние покинуло Да все, порублю свою работу В школе Любовь Давыдова целенаправленно особое внимание уделяла предметам, которые требовалось сдавать при поступлении в медицинский вуз С первого раза покорила Московский стоматологический институт Учеба прилетела незаметно И вот выпускницу, молодого специалиста направили в интернатуру во Владимирскую область, в город Кольчугина Хочу вот изначально отметить то, что мне, наверное, в жизни повезло Что у меня всегда, где бы я ни работала, у меня вот на моем пути, на рабочем пути, на человеческом пути встречались очень хорошие люди Например, я в Кольчугине встретил молодую девчонку после института, которой, конечно, как-то заряешься по сторонам, смотришь, как примут Ну, переживаешь всегда изначально Меня буквально в первый уже день встретили всем коллективом и вот просто с улыбками, с благодарностью как-то, что я к ним пришла Очень был хороший народ Вот это меня как-то расслабило и вот на всю жизнь такое ощущение, что вот комфортно, в покое, на работе Дружный коллектив асов Любовь Петровна встретила и в Луговской поликлинике, куда пришла работать в 79-м году, 37 лет назад С тех пор она не меняла рабочее место В 79-м году амбулатория была в старом здании общежития на первом этаже Шикарный был коллектив, женский коллектив, в котором все врачи были прошедшие войну в детство, детство военное Поэтому все были, ну, просто образцом, образцом человечности, образцом по профессии Учитывая то, что у нас амбулатория была на территории научного городка Научные сотрудники к нам приходили, в общем-то, фактически все население, фактически там, ну, почти, очень много работало в научном городке Поэтому сама администрация научного городка, они помогали нам с обеспечением И на тот момент, конечно, было совсем по-другому Вот многое, ну, не многое уже, конечно, много что износилось Но изначально, изначально, даже когда мы из старой поликлиники, из старой амбулатории переехали в это здание Мы фактически переехали со всем своим оттуда Потому что то, что было куплено в те времена, оно было импортное, надежное, хорошо работало И долго работает, и кое-что работает по сей день Ностальгия врача-стоматолога по советским временам не беспочвенно Если сравнивать то, что какое обеспечение было раньше, какое обеспечение сейчас, конечно, обеспечение стало хуже, намного хуже Работаем на старом оборудовании Хотя каждый год мы пишем, ну, как бы, желаемое, что мы хотели бы к себе в кабинет Но я это свое желаемое уже пишу 15 лет Понимаете, вот это мое желаемое, оно остается моим желаемым Вот, в частной клинике ситуация, конечно, абсолютно другая У меня на протяжении рабочих лет были возможности уйти и в Москву, и в частную клинику, допустим, можно было И в государственную Москву, там все равно, допустим, в Москве оплата другая Я немножко поработала в частной клинике Вот почему я говорю, потому что я могу сравнить Мне там было работать тяжеловато, я оттуда ушла Здесь я на своем месте Любовь Петровна каждый день идет привычной тропой в городскую поликлинику, где ее ждут пациенты Каждый со своей проблемой Порой сложной, требующей длительного лечения Она справится, иначе и быть не может Положа руку на сердце, Любовь Петровна признается Современная стоматология способна творить чудеса Но когда достижение медицины 21 века под рукой Самая сложная в моей профессии Это, пожалуй, то, что нет базы для профессии Ну, хочется поработать нормально А на сегодняшний день, я вот буквально перед вами, вот сейчас, полтора часа нервничала Потому что не работает наконечник Запасных нету В Лобне 99% в стоматологическом отделении У старшей медсестры точно нет Понимаете? А вот так Это все равно, что человеку, пишущему, там, не знаю, что вам Не дать ручки, а вы микрофон, сказать, работаете То же самое Ну, что я могу сказать, что многие стоматологи, в том числе и я Работаем по принципу, особенно в последнее время Все, что можно, где-то чего-то купить самому Поехать купить, то, что по карману, что называется Вся мелочевка покупать с врачами Любовь Давыдову знает весь микрорайон На улице с ней здоровается буквально каждый первый И добродушно улыбается В 79-м году Я даже возьму не 79-й, не здесь Я просто возьму даже начало 77-й, когда я работала в Владимирской области Вот Вы знаете, та бабуля, та дедуля Тот же молодой человек и девушка Которых я, допустим, приняла И которые меня запомнили Ну, с которыми мы поработали Вы знаете, я в те времена иду по городу Девчонка молодая после института Да, как-то вот Ну, скромные, как-то не на... Ну, как сказать Народа еще мало знаешь Скромничаешь по любому поводу Ой Я иду по одной стороне дороги На другой стороне дороги Стоит бабулька, которая была у меня на приеме из района Которая работает на ферме Которая встает, которая ни дня, ни ночи там все прочее-то, да Она идет по другой стороне дороги Она мне через всю дорогу кричит Гланяется и кричит Доктор, здравствуйте Как ваши дела, как там что? Понимаете? Вот это было тогда Уважением было Уважением было Тоже зарплаты ее не было Но было огромное уважение Это была огромная компенсация Своего труда И вот Компенсация того, что ты выбрал именно ту специальность Тебя люди уважали, любили Сейчас, что я могу сказать В принципе, в принципе Народ нормальный Люди нормальные Ну, начитанные Начитанные Интернет Интернет Иногда с порога Когда открываю дверь И вместо здрасте Начинается Вот я была в интернете Я вот Мне нужно сделать У меня то-то Мне нужно сделать то-то Садитесь Разговаривать будем В кресле Посадишь Так это Ну Переведешь с интернета В действительность Что болит и как болит И пошел другой диалог В семье может быть много детей И пять там детей, десять детей И каждому ребенку нужен свой подход Так и здесь За красивые улыбки пациентов Любовь Петровна готова бороться до победного конца Работа на результат Не столько за зарплату, сколько во имя профессии Это характер, мировоззрение и система ценностей Где материальная прибыль вторична С таким настроем врач Давыдова идет по жизни Я горжусь тем, что С каким настроением я изначально начала работать Вот это настроение я вот по жизни До сегодняшнего дня держу То есть я не разлюбила свою работу Мне в радость идти на работу каждый день Я отношусь к своему кабинету К своей поликлинике Как к своему второму дому Я рада то, что я здесь работаю Понимаете Вот это для меня Это гордость Это моя жизнь Но это половина того, что я считаю Что у человека должно быть У меня есть свой дом Хорошая семья И у меня хорошая работа Любимая работа Это я говорю Ну не красуясь там никуда, ничего Я очень люблю свою специальность Екатерина Клемешева Алексей Орлов Александр Михайлов Телекомпания Лобня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому